Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать вторую книгу Маковеев. Эта книга не каноническая, и мы уже прочитали пять глав, сегодня шестая. Ну, чтобы вспомнить, что было в предыдущих главах, совсем одним предложением. Начались гонения на иудеев. Гонения происходили от человека, которого звали Антиох 4 Епифан. Мы начинаем читать шестую главу, и мы читаем не по предложениям и не по стихам, а читаем по абзацам. Библия, как любая книга, разделяется на абзацы, хотя, конечно, в первоначальном тексте никаких абзацов не было, но затем эти абзацы выделяют. Поэтому мы тоже читаем по абзацам. Спустя немного времени царь послал одного старца, афинянина, принуждать иудеев отступать из законов отеческих и не жить по законам Божьим, а также осквернить храм Иерусалимский и номиновать его храмом Юпитера Олимпийского, а храм в Горизиме, так как обитатели того места, пришельцы, храмом Юпитера странноприимного. Давайте здесь разбираться. Значит, немного времени. Какое это время? Это приблизительно 167 год до Рождества Христова. Царь, который здесь назван, это царь Антиох, 4-й Епифан, который считал себя явлением Божьим, но своим поведением он показал свое безбожие. И так он посылает одного старца, афинянина. И вот здесь с этим старцем-афинянином есть определенная сложность. Почему? Потому что зачем посылать старца, да и при чем здесь Афины? Все-таки Антиох, Епифан, царь селевкидов, селевкидской державы, то есть Сирии, при чем здесь афиняне? И поэтому разные переводчики, разные толкователи предлагали разные объяснения. Ну, одно объяснение, что на самом деле вот то слово, которое переведено как «старец», а в греческом тексте это «геронтос», «геронто», это не «старик», а либо имя «геронт», либо «старейшина», то есть какой-то руководитель в городе. А афинянин – это тоже необязательно указание на то, что он из Афин, либо это его имя, тогда он старик какой-то, Афин, либо указание на то, что он придерживался эллинских столиц Иллады, условно Афины, то есть он был человек, который разделял эллинские обычаи. И вот был послан этот человек для того, чтобы принуждать иудеев отойти от закона Божьего и исполнять законы языческие. Храм превращается в храм, у нас переведен Юпитер Олимпийский, здесь некая странность, потому что Юпитер вообще-то капиталистский. Юпитер – это имя главного бога у римлян, и место его там обитания или храм, главный храм находился на Капиталистском холме. А на Олимпе жил другой бог, жил, конечно, в кавычках, его звали Зевс. И если мы обратимся к греческому тексту, то в греческом тексте там стоит слово «диос», и вот как раз «диос» – это и есть Зевс, это еще одно его наименование. Поэтому делают храм Зевса Олимпийского. Вопрос – а почему именно Зевса? Почему там, не знаю, не Аполлон или какого-то другого бога? Здесь нужно разобраться с языческими представлениями, которые складывались в эту эпоху и чуть раньше. Значит, греки начали завоевание и несли с собою греческую культуру. И, естественно, они несли не только греческую культуру, но и греческую религию. Они сталкивались с местными культами. И встал вопрос – а вот боги дреков и боги вот этих варваров других народов, они как? Либо такой вариант – ну вот есть много богов, разных богов, у каждого народа свои боги, ну и они все вместе. То есть такой пантеон всех богов. А было другое представление, когда сливались, соединялись боги греков и боги варваров. То есть вот есть там какой-то бог, и его определяли как какого-то греческого бога. Ну там, ну я не знаю, например, лучше это сравнить, конечно, с римлянами. Например, бог Посейдон греческий и римский бог Нептун. Зевс – Юпитер. Афродита – Венера. Артемида – Диана. Ну и так далее. Гермес – Меркурий. Вот. Поэтому вот здесь, возможно, произошло то же самое понимание. Яхва, истинного бога, воспринимали как чисто бога евреев. Он воспринимался как бог неба и бог грома, потому что он посылал дождь. Об этом говорится в Священном Писании. А дождь, обычно, сопровождается с громом. Поэтому он бог громовержец, он бог неба. А кто у греков бог неба, бог громовержец? Это Зевс. И поэтому храм решили переделать в храм Зевса Олимпийского. Следующий храм, который находился в Горизиме. Давайте здесь разберемся, что за храм в Горизиме. Точнее сказать не в Горизиме, потому что можно понять, что это город. Скорее на Горизиме. Значит, Горизим – это гора, которая находится, ну, если так представить, посередине Израиля. И под этой горой находится город Сихем, сейчас это Набус. А вот на горе Горизим был построен храм. Кем? И здесь нужно вспомнить историю про самарян. После смерти Соломона единая еврейская держава распалась на две части – на север и на юг. Северная часть, или северное царство, которое получило название Израиль, или еще ее называли Ефрем по имени самого крупного колена, ну, провела религиозную реформу. Первый царь Северного царства, которого звали Ироваам, он построил два храма на юге и на севере своего государства, в Дании и Вифиле, и в этих храмах он поставил золотых тельцов и сказал, что вот это Яхве, и ему надо поклоняться. И евреи постепенно сформировали, ну, скажем так, свою форму иудаизма. Затем это царство в 722 году до Рождества Христова было завоено ассирийцами. И евреев из Северного царства депортировали в разные части империи. На их место переселили таких же несчастных депортантов, таких же несчастных переселенцев, которые были по крови, ну, разных народов и разных вер. Они пришли, принесли своих богов и начали поклоняться своим местным богам. Но затем они начали страдать от диких животных, которые здесь жили. И так как они были язычниками, они как бы так поняли, почему мы страдаем. А потому что местный бог, бог вот этой земли, его не почитают. Они пригласили священника, вернее, попросили, чтобы им прислали священника, который должен был их научить поклоняться богу вот этой местности. Такого священника прислали, он их научил. Вот эти переселенцы начали поклоняться в том числе и истинному богу вместе со своими богами. Затем они стали поклоняться только Яхве, только истинному богу. И у них сложилась, ну, скажем так, определенная форма иудаизма. В это время евреи, которые жили на юге, поклонялись богу только в Иерусалиме, на правильном месте, который бог избрал, тоже были уведены в плен. Это произошло в 586 году. Они были уведены в плен, пробыли в плену несколько десятилетий до 539 года. И потом они сами вернулись, ну, вот как раз в Иерусалим. Вот эти люди, которые жили на территории Северного Царства, получили название к тому времени, ну, возможно, к тому времени, их стали называть самаряне. Почему? Потому что столица той территории Северного Царства была Самария. Вот эти самаряне. Они тоже пришли к евреям, вернувшись из Вилонского плена. А евреи из Вилонского плена начали восстанавливать разрушенный храм. И они сказали, мы тоже сыны Израилева, мы тоже почитатели истинного бога, возьмите нас к себе. Их проверили, сказали, нет, вы не евреи. Самаряне очень на это обиделись. Они ушли к себе, начали вредить евреям. Но плюс к этому они построили храм на горе Горизим. Храм, в котором приносили жертвы. И постепенно сложилось представление, что Богу можно поклоняться только на горе Горизим. И ко времени Иисуса Христа сложилось две формы иудаизма. Скажем так, иудаизм в Иерусалиме и иудаизм у самарян. Обе эти формы сохранились по сей день. Но то, как относились евреи и самаряне между собою, мы можем прочитать в Евангелии и поймем, что они там ненавидели друг друга. И вот храм на горе Горизим был. Его тоже превратили в храм Зевса. У нас здесь написано Юпитер. Но другой формы. Потому что по представлениям язычников, бог, какие-то боги, могли себя проявлять в разных формах. Благостный и гневный. И вот одна из форм Зевса – это бог, который принимает странников. Почему именно так? Потому что хотя самаряне считали себя потомками Авраама, настоящие потомки Авраама, сохранившие истинную веру, которая шла от Моисея, все-таки люди понимали, что это все-таки пришлые народы. И поэтому они пришельцы. И поэтому и храм им будет храм Бога, который принимает пришельцев. Странно приемный. Хорошо. Читаем дальше. С 3 по 6 стих. Тяжело невыносимо было для народа наступившее бедствие. Храм наполнился любодейством и бесчением от язычников, которые, обращаясь с блудницами, смешивались с женщинами в самых священных притворах и вносили внутрь вещи недозволенные. И жертвенник наполнился непотребными, запрещенные законным вещами. Нельзя было ни хранить субботу, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться иудеем. Народ страдал. Народ страдал, потому что если мы читаем предыдущие главы, там видно, как народ реагировал на попытки либо царских чиновников, либо самого царя осквернить храм. Здесь есть 4 стих, про какие любодействия здесь идет речь. И вот с одной стороны мы можем понять, что под любодействием имеется в виду языческий культ. Но с другой стороны, возможно, что в храме начала практиковаться ритуальная проституция, которая была распространена на Древнем Востоке. Таким образом, язычники считали, что они служат богам, потому что боги сами совокупляются, вступают в половые отношения. И если то же самое люди будут делать на Земле, то они дадут этим богам силы для оплодотворения Земли. Потому что боги живут на небе, боги, мужчины-боги живут на небе, и вот они оплодотворяют богиню или богиню Земли. Ну и, соответственно, если есть вот эти священные блудницы, то это дает энергии богам. И вот здесь очень интересно, насколько мне известно, у греков такая форма служения не практиковалась. А вот у восточных язычников, да, она была. Поэтому здесь можно сказать, что происходит смешивание того, что было у греков с восточными культами. И вот эти священные блудницы, они были даже в самом храме. Для ветхозаветной религии подобная форма служения являлась просто огромнейшей мерзостью. И поэтому понятно, что народ от этого очень сильно страдал. Значит, говорится о том, что в храм вносились недозволенные запрещенные законом вещи. И они и приносились на жертвенники. Что это за недозволенные законом вещи? Какие нельзя было вносить в храм и какие нельзя было приносить на жертвенники? Значит, здесь нужно вспомнить книгу Левит, ну и вообще пяти книжек о жертвах. Значит, приносились кровавые и бескровные жертвы. Это было. Кровавые жертвы. Это животные, либо полностью, либо частично. И эти животные должны были соответствовать определенным стандартам, то, что сейчас называется кошерность. Определенным стандартам чистоты. Это должны быть животные, которые сживали жвачку. И у них должны быть раздвоенные копыта. Не все, а перечислялись это были овцы обоевого пола, козы обоевого пола и коровы обоевого пола. Значит, кроме этого могли приносить в жертву птиц тоже обоевого пола. Значит, это кровавые жертвы. Кроме этих животных ничего нельзя было другого приносить. Нельзя было приносить, даже если животное чистое, то есть разрешенное в пищу, все равно нельзя было приносить. Например, серна. Ее можно было есть, но ее нельзя было приносить жертву. Ну, естественно, рыбу там можно было есть, но рыбу жертву не приносили. Это кровавые жертвы. Значит, бескровные жертвы. Вот здесь что? Это могли сжечь зерна, могли сжечь муку, могли сжечь лепешки. При этом лепешки должны были быть только пресные, то есть без закваски, и на них нельзя было возливать мед, добавлять мед. Вот. Соответственно, мы можем предположить, что на жертвенники приносились недозволенные жертвоприношения, и в храм они вносились. То есть вносились нечистые животные, и из дальнейшего текста становится ясно, что это за нечистые животные, это свинина, это свиньи. Закон запрещал приносить в жертву таких животных, да и есть их. Кстати, что интересно, ну так вот просто отвлечемся. Вот, когда говорят о чистых и нечистых животных, мы должны понимать запрещенные и разрешенные. Само животное само по себе не является каким-то ядовитым или опасным, или их мясо скоропортящееся. Ну, когда обычно говорят о нечистых животных, сразу вспоминают свинью. На самом деле, если обратиться к священному писанию, нечистых животных, ну, запрещенных животных достаточно много. Например, лошадь является тоже нечистым животным, или верблюд, или, например, осетр, он тоже является нечистым животным. Но если там нечистое животное используется в хозяйстве, то ее можно держать, можно пользоваться. На ослике можно ездить. Он нечистое животное, его есть нельзя, но им можно пользоваться. Вот свинья – это то существо, которое, ну как, для чего его выращивают? Только для мяса. Поэтому у евреев постепенно сложилось такое представление – свинья – это особо нечистое животное, потому что его не для чего держать, ну и как бы и мясо запрещено. И поэтому принесение в жертву на жертвенники свиньи, оно как бы не просто вот оскверняло жертвенник, но его дело особо, особо нечистым. Возможно, также туда вносились квасные лепешки, и они тоже сжигались, потому что хлеб приносили в жертву. Кроме этого, шестой стих говорит о том, что нельзя было исполнять заповедь о субботе, нельзя было соблюдать праздники и, более того, даже называться иудеями. То есть нельзя было противовоставлять себя другим язычникам, что делали иудеи. Хорошо, читаем следующий отрывок с 7 по 11 стих. С тяжким принуждением вводили их каждый месяц в день рождения царя на идельские жертвы, а на праздник Диониса принуждали иудеев в плюшевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса. Такое повеление вышло и соседним эллинским городам по наущению Птоломея, чтобы они также действовали против иудеев и заставляли их приносить идельские жертвы. А не соглашавшихся переходить к эллинским обычаям убивали. Тогда-то можно было видеть настоящее бедствие. Две женщины обвинены были в том, что обрезали своих детей и за это при весе сосам их младенцев и пред народом проведя по городу низвергли со стены. Другие бежали в ближние пещеры, чтобы втайне праздновать седьмой день. Но там, быв указаны Филиппу, были сожжены, ибо неправедным считали защищаться по уважению к святости дня. Ну, давайте здесь разбираться. Значит, каждый месяц день рождения царя. Царь представлял себя воплощением Бога или вообще Богом. И поэтому в день его рождения, в тот день, каждый месяц устраивали определенные празднества. Ну, как Богу. Поэтому, ну, здесь как намек на то, что царь считал себя Богом. И вот людей просто загоняли на эти идольские жертвы. Здесь сложно сказать, что они были просто этими зрителями. Скорее всего, их заставляли как-то участвовать в этом. Не надо думать, что жертвоприношение – это только там кровавое или еще что-то. Достаточно было бросить кусочек, частичку ладана на специальный жертвенник, где лежали угли, бросить. И тем самым поучаствовать в жертвоприношении. Именно это заставляли делать христиан, когда речь идет о жертвоприношениях. Праздник Диониса. Почему на праздник Диониса? Здесь есть несколько вариантов ответа. Либо потому, что Дионис очень почитал царь. Либо еще один вариант, что иногда Яхвы соединяли или делали равным Дионису. Почему? Не очень понятно. Но есть такое предположение. И заставляли ходить плюшевых венках. Плюшевый венок – это один из символов почитания этого бога. Если не ошибаюсь, там история о том, когда Дионис был маленьким. В мифе говорится, что место, где он жил, заросло плющом. Но в любом случае, плющ был знаком почитания этого бога. Более того, если обратиться к третьей книге Маковеев, которая рассказывает историю более раннюю, чем это время, то евреям вообще выжигали знак плюща. Кроме этого, такие же гонения были в соседних эллинских городах. Вот здесь есть сложность по наущению Птоломея. Потому что Птоломей, о котором здесь может быть и речь, – это царь Египта. А вообще Антиох и Птоломей, скажем так, не дружили между собой. Как так получается? Поэтому есть версия, что имеется в виду не конкретная личность, а города, город или города, которые были построены как эллинские города. И вот в эллинских городах начались тоже гонения. То есть это города, которые входили в сирийскую державу. Когда-то они принадлежали Египту, Птоломеям. И потом они перешли под власть Сирии. И вот эти города, в них жили диаспоры евреев. И там гонения тоже начались. Потому что речь идет в основном здесь, конечно, про Иерусалим. И евреев тоже заставляли приносить идольские жертвы. И если люди отказывались, то их убивали. Ну и вот приводится пример, как две женщины были обвинены в том, что они обрезали своих детей. И этих женщин, и этих детей сбросили со стены. Для греков обрезание считалось диким, варварским обычаем, уродующим человеком. И поэтому они строго-настрого это запрещали. Одиннадцатый стих рассказывает о том, как верующие убегали в ближайшие пещеры. Потому что Иерусалим окружен горами. И в этих горах есть пещеры. И вот они туда убегали в пятницу вечером, чтобы провести в покое субботу. А потом уже вернутся обратно. И на этих людей, которые убегали, доносили. Вот этот Филипп, это Филипп Фригиец, которого послал Антиох следить за порядком и насаждением эллинских обычаев. И вот они убегали, их ловили и сжигали. Те люди, которые находились в пещерах, не сопротивлялись. Почему? Потому что они считали, что если сопротивляться или убегать, или прятаться, это нарушит покой субботы. Эта проблема описывается не только во второй книге Маковеев, но и в первой. И там вообще рассказывается история. Шли беглецы, их догнали греческие воины и всех истребили. А там были мужчины, они не подняли даже руки, чтобы защищаться. Потому что посчитали, что таким образом они нарушат субботу. И потом вышло как бы постановление, разъяснение мудрецов, что нет, жизнь надо защищать, даже если это получится нарушение субботы. Хорошо. Дальше идет небольшая вставка, или даже не вставка, а отступление, которое пишет автор. И он размышляет о тех гонениях, которые здесь описываются. Давайте прочитаем это отступление. Это с 12 по 17 тих. Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться на пасти и разуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к разумлению рода нашего. Ибо то самое, что нечестивцам не дается много времени, но скоро подвергаются они карам, есть знамение великого благодеяния. Ибо не так, как другим народам продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда достигнет полноты грехов, не так суден от нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от нас свою милость и наказывает несчастьем, не оставляет своего народа. Впрочем, пусть будет это сказано, память нам после этих немногих слов, возвратимся к повествованию. Значит, мы помним, как эта книга возникла. Автор говорит, что есть пять книг, которые написал, можно сказать, свидетель того, что там происходило. Эти пять книг очень большие, много фактов, содержат много таких примечаний, и они будут трудно их читать. Поэтому он берет эти книги и просто переписывает. И вот он переписывает, переписывает, а здесь он делает такое отступление. И сам говорит о своих мыслях. Он призывает не страшиться и понимать, что все эти гонения не Божий гнев, который истребляет грешников. Но Бог вмешивается в историю, чтобы исправить свой народ. И он противопоставляет Божий народ и язычников. Язычники грешат. И Бог мог бы вмешаться сразу после греха. Но Бог какое-то время сдерживается и не вмешивается. Это называется долготерпение Божие. До того момента, когда народ накопит полноту грехов, полноту преступлений. Вот тогда Бог вмешается и накажет этот народ. С еврейским народом Бог поступает похоже, но цель другая. Бог долготерпит. Затем он вмешивается для чего? Не для наказания и истребления этого народа, а для того, чтобы его исправить. Вот эти формы, вот эта фраза полнота грехов или исправление народа, они встречаются в предыдущих книгах Ветхого Завета, особенно в Пятикниже, когда Бог обращается к Враму и говорит, что вот мера беззаконий хананеев еще не исполнилась. Вот когда она исполнится, тогда евреи придут и завоюют землю бетованную. Бог же с Израилем нянчится. Он их наказывает, он их воспитывает, но не оставляет своей милости. И может быть даже наоборот, когда Бог вмешивается в историю, он, наоборот, этим показывает свою заботу и свою любовь. Автор заканчивает свое отступление и говорит, давайте перейдем дальше к истории. И дальше он рассказывает историю мученичества человека по имени Елиазар. Давайте читать эту историю тоже по абзацам. «Был некто Елиазар из первых книжников, муж, уже достигший старости, но весьма красивой наружности. Его принуждали раскрывать ему рот и есть свиное мясо. Предпочитая славную смерть, опозоренной жизнью, он добровольно пошел на мучения и плевал, как надлежало решившему устоять против того, чего из любви к жизни не дозволено вкушать». Ну, давайте здесь разбираться. Книжник. Книжник – это человек, который хорошо разбирается в книгах закона. И часто книжники были еще и переписчиками книг. Ну, и поэтому понятно, что они переписывали, внимательно читали и все это запоминали. Но что там из первых книжников? Вот здесь нужно обратиться к преданию. Потому что предание говорит, что вот этот человек, он либо был еще и священником, а есть еще одно предание, которое утверждает, что Елиазар – это один из тех семидесяти, которые создали древнегреческий перевод, который называется «септуагинта». Ну, в данном случае тогда Елиазару получается достаточно много лет. Возраст его называется. Ну, можно подставить под сомнение это предание, потому что здесь ему названо 90 лет, а перевод был сделан где-то за 100 лет до этих событий. Поэтому тут навряд ли. Ну, все равно, фразу про первых книжников можно понять, что он был один из самых главных. И он уже старик, дальше сказано, что ему 90 лет, ну, красивой наружности, и что его заставляли делать. Значит, есть идоложертвенного. Здесь названо «есть свиное мясо», но здесь нужно понять. Значит, не надо думать, что евреи считали или там как-то относились к свиньям особо плохо. Свинья – это животное, которое создал Бог. В Священном Писании все животные, и чистые, и нечистые, и опасные, и безопасные, созданы Богом. Почему они такие созданы? Ну, вот так Господь решил. Почему это животное можно есть, а это нельзя? Ну, по большому счету, потому что так повелел Господь. И свинья является таким же животным, созданным Богом. Да, его нельзя. Ее нельзя есть. Нельзя держать ее. Лучше лишний раз не прикасаться. Но если возникла такая ситуация, вот когда человек умирает, и чтобы спасти свою жизнь, ему нужно съесть что-то. А есть только нечистые. Ну, то есть, ну, не знаю, вот та же свинина. Что надо сделать? Надо съесть. Потому что, ну, выбирая из сохранения вот этой чистоты и сохранения жизни, надо выбирать жизнь. Но есть моменты, которые строго-настрого запрещены даже для сохранения жизни. Это участие в языческом культе. И поэтому здесь дело не в том, что есть свинину, а то, что это идоложертвенное. То есть, приносили жертву свинью. От этой свиньи еще перед принесением жертвы отрезали кусочки. Эти кусочки оставлялись, они готовились. И вот этому или азару заставляли открыть рот, положить туда кусочек этой свиньи. Ну, там не обязательно там огромный. Проживать и проглотить. Вот. И тем самым, даже не то, что он нечистое съел, а то, что он поучаствовал в языческом культе. И тем самым отступил от истинного бога. И вот перед Елизаром стоит выбор. Выбрать опозоренную жизнь. Ему бы оставили эту жизнь. Либо достойно умереть. И он решает умереть. И отказывается вкушать есть то, что запрещено законом. Законом запрещено есть идоложертвенное. Хотя понятно, что закон запрещает есть и нечистую пищу. Читаем дальше. Тогда, представленный к беззакону жертвоприношению, знавший это муж с давнего времени, отозвав его наедине, убеждали его принести им самим приготовленное мясо, которое мог бы он потреблять. И притвориться, будто есть назначенное от царя жертвенное мясо. Дабы через это избавить от смерти и подавние с ними дружбы, воспользуя их человеколюбие. Но он, утвердившись доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости, и достигнутой им славной седины и богочестивого с детства воспитания, а более всего святого и богом данного законоположения, соответственно, сему отвечал, сказал, не им ледно предать смерти. Ну, давайте здесь разбираться. Значит, кто эти приставлены к беззакону жертвоприношению? Это могут быть греки, которые знали этого старца, потому что после походов Александра Македонского и дальше происходил процесс эллинизации, и греки жили вместе с иудеями, и они друг друга знали. Да, это язычники, да, это идолопогонники, но они все-таки видели жизнь иудеев и, видимо, относились к нему хорошо. И что они им предлагают? Давай сделаем так. Ты возьмешь где-то мясо, приготовленное, придешь на вот это торжественное жертвоприношение и возьмешь его в рот. Ну, как бы съешь вот это чистое мясо, а всем будет казаться, что ты съел вот это жертвенное мясо. Я говорил о том, что это не просто свинина, это жертвенное мясо. Ну, и тем самым ты избавишься от смерти, и мы это делаем тебе по дружбе, потому что мы человеколюбивые. Но ответ старца, он говорит о своем возрасте, о почтенной старости, о славной седине, благочестивом воспитании. Но прежде всего, и вот это очень важный момент, почитание закона, который дал Господь. И он говорит, немедленно предать смерти, меня немедленно предать смерти. Ну, и объясняет, почему. Читаем дальше. Ибо не достойно нашего возраста лицемерий, дабы многие из юных узнав, что 90-летний Елизар перешел в язычество, и сами впоследствии моего лицемерия ради краткой и ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестие пятно на мою старость. Если в настоящее время я и избавлюсь мучений от людей, но не избегнут десниться всевышнего не всей жизни и по смерти. Посему, мужественно расставаясь теперь с жизнью, сам я являюсь достойным старости. А юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за започтимые и святые законы. Ну, здесь все понятно. Елизар говорит, если я сейчас отступлю, люди будут смотреть на меня и тоже отступать от законов, чем приведут себя к погибели. Но и сам я, да, я могу сохранить свою жизнь, но я не избегну десницы всевышнего. Десницы – это правая рука, и здесь образ силы Божьей. Здесь, конечно, используется антропоморфизм, когда Богу приписываются части человеческого тела. Бог меня накажет. Обратите внимание, что, видимо, Елизар знает о той жизни, которая происходит с человеком после смерти. То есть я буду наказан от Бога и всей жизни, и по смерти. Здесь пока нет речи о воскресении, но есть точно представление о посмертном существовании. То есть мы можем говорить, что во II веке евреи точно верили, что есть жизнь после смерти. Поэтому я лучше расстанусь с жизнью. Для юных я оставлю хороший пример того, что нужно принимать смерть за Божьи законы. Ну и читаем дальше. «Сказав это, он тотчас пошел на мучение. Тогда и те, которые вели его незадолго при тем, оказанные им доброжелательства, измели в ненависть по причине вышесказанных слов, ибо они почли их за безумие. Готовясь уже умереть под ударами, он, востинав, произнес, «Господи, имеющему совершенное ведение, известно, что я имею возможность избавиться от смерти, принимая бечевым и тем жестокие страдания, душой охотно терплю их под страху пред ним». Ну, вот та форма перемены людей, она встречается и в житиях святых, когда сначала вроде бы мучители хорошо относятся к мучаемому, но когда мученик обличает их или говорит о своей вере, они приходят в бешенство и начинают мучить, начинают мучить уже по-настоящему. Почему так? Так, вроде бы ведь Елиазар ничего не говорит против своих мучителей, но иногда мученики тоже ничего не говорят, они говорят о Христе, такая ненависть. Нужно понимать, что для людей, которые живут во грехе, а идолопоклонство, язычество есть грех, когда им говорят о Христе, об истинной вере, то они как бы вот там подкоркают, чувствуют, что они живут неправильно. И совесть начинает их обличать, и тогда реакция, ага, давайте мы убьем праведника, чтобы он нас не обличал, чтобы его слова не теребили нашу совесть, которая нас мучает. И поэтому сначала эти люди были доброжелательны к нему, но когда они услышали проповедь об истинном Боге без обличения, просто проповедь, они так возгнегодовали. Они начали его мучить, и они его бичевали. И он, востинав, ну, как вы сами понимаете, очень сложно сохранять силы, сохранять свои уста, не открыв, просто не закричав от боли. Вот он говорит о том, что да, я принимаю мучения, возможно, я кричу от боли, но душою, то есть моей сутью, я это ради терплю, страха перед ним, перед Богом. Почему здесь речь идет о страхе? Вроде бы, почему происходит все это? Из-за веры, из-за любви к Богу. Почему страх? Он боится, он боится нарушить волю Божию. Вот страх перед ним, это страх нарушить его волю. Почему? Потому что если человек нарушит волю Божию, то это приведет к страшным последствиям и при всей жизни, и после смерти. Ну и последний стих этой главы. И так скончался он, оставив смерти своим не только юношам, но и весьма многим из народа образец добродетели и памятник, образец доблести и памятник добродетели. Ну, как бы говорится о том, что нужно ориентироваться на ту доблесть, то есть смелость, которую сохранял Елиазар перед лицом мучителей, добродетель, потому что сохранить веру – это праведность, это добродетель, памятник. Ну, понятно, что не какое-то сооружение, а в памяти, он остался в памяти. Вот. Мы с вами прочитали шестую главу второй книги Маковеев. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгий Добыкин. Спасибо за внимание. До встречи. Продолжение следует...